МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Понедельник, 14 июля, был страшным днём. В Апатитском детском саду умерла полуторагодовалая девочка. А в Кировске, на пешеходном переходе у здания управления Апатита, водитель белой оке сбил 9-летнего ребёнка и скрылся с места происшествия. Ещё одного ребёнка на велосипеде сбили возле дома номер 13 по улице 50 лет Октября, прямо у подъезда. Казалось бы, что может быть острее и важнее этих сообщений. Но на пике обсуждений у жителей нашего района, судя по количеству отзывов в сети интернет, почему-то была заметка про кухонный скандал. 12 июля, а точнее в 3 часа ночи с пятницы на субботу, на сайте Хибинформбюро появился авторский материал журналиста Михаила Елисеева с броским названием «Какого вы сюда приехали?» в Апатитах избили беженцев из Славянска. Причём это не просто заметка, а видео. Репортажное видео с места событий в чистом виде. То, что в действительности происходило на улице Северной. С истеричными выкриками возбуждённых негодующих граждан Украины и их же нецензурной бранью. Неудивительно, что видео это мгновенно попало в топ просмотров на Ютубе и, конечно же, с моментальной скоростью разлетелось по всемирной сети интернета. Использовали его все, кому не лень, вплоть до украинских националистов, которым, конечно же, комментарии автора записи совершенно неинтересны. Раздули историю так, что в глазах темно, перевернули вообще всё с ног на голову. Якобы это не просто бытовой конфликт, а самый, что ни на есть, межнациональный распри с подтекстом. И, наверное, этого следовало ожидать на фоне того, что сейчас происходит на юго-востоке Украины. В итоге апатиты прославились, и, конечно, не с лучшей стороны. А, собственно, за что? За что такая слава тем, кто никакого отношения к этой, мягко говоря, некрасивой истории не имеет? Тем здравомыслящим людям, кто сегодня всей душой болеет за братский украинский народ. Кто готов поделиться с опалёнными войной украинцами всем, что имеет. И искренне рад приехавшим к нам вынужденным переселенцам и беженцам с Украины. В первую очередь потому, что эти люди наконец-то в безопасности, под нашим мирным небом. За что? Как могло быть такое в городе Апатиты, который гордится тем, что самый-самый лучший, самый, что ни на есть, требующий особого отношения к себе, как мы могли такое допустить? Как? Это не где-то произошло. Это произошло на улице Северной. Это не тысячи, не десятки тысяч километров. Это мы, это наш город, это то, чем мы должны жить. Пережить всё это надо, сделать выводы. И очень и очень всем думать о том, что те события, которые происходят на юго-востоке Украины, они происходят ведь уже не где-то. Это происходит возле наших границ. Это происходит с народом, который президент России называет постоянно братским народом. Мы связаны узыми, кровными. В Апатитах очень и очень много людей, у которых на Украине родственники. И близкие, и дальние. Это происходит не где-то. Мы не можем остаться в стороне. А что, собственно, произошло? Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, и пока ещё официальные оценки произошедшего никто журналистам не давал. Но у нас есть своя, пусть не официальная версия, но благодаря сотрудничеству очевидцев, отражающая наиболее реальную картину. Конечно, чтобы всё понять, мы встретились со всеми участниками конфликта. И с беженцами, приехавшими к нам из Славянска, которых как будто избили. Хотя на самом деле, скорее наоборот, братья-славяне в обиду себя не дали. Пообщались мы с семьёй апатитчан, которые первыми развязали руки и поплатились за это. И даже с той самой «пожилой» соседкой со второго этажа, которая оказалась моложе меня. В пятницу, а произошло это не посреди ночи, а около 10 часов вечера, никто из них не стремился переругаться, а уж тем более передраться. Виноват во всём, как всегда, лишний градус алкоголя в крови. И если верить непосредственным участникам этой истории, это самое, что ни на есть банальная разборка между соседями, которая началась с неприятного инцидента на парковке у дома, а через несколько часов вылилась в мордобой и скандал. И всего этого могло бы не быть, если бы. Если бы участники конфликта относились к своей собственной жизни иначе. Хотя бы так, как учатся относиться к жизни воспитанники спортивных школ и в первую очередь те, кто изучает философию боевых искусств. Этот конфликт, я просто даже не могу оценить его. Это какой-то случай из ряда вон выходящий. Я по большому счету уверен, что мои ученики бы так не поступили, потому что они воспитаны немножко по-другому. И я не думаю, что кто-то из тех, кто конфликтовал, занимались какими-то искусствами боевыми, потому что не должно быть такого по определению, что сильный человек, он благородный человек. Показательно, что ни один из участников этой скандальной истории не решился сказать правду, глядя в камеру. Просто потому что, конечно, стыдно, во-первых, и очень обидно, во-вторых. Исходя из того, что они нам рассказали, никакой межнациональной рознью здесь и не пахнет. Это обычная бытовая ссора между соседями, о которой на завтра всегда сожалеют, и героями которой могли стать абсолютно любые граждане, абсолютно любые страны. Никто из них не хотел такого развития событий, и уж тем более никто не хотел, чтобы эта история стала достоянием общественности. Да еще и обросла самыми фантастическими домыслами и грубыми комментариями. Для справки нет в этой истории обидчиков и обиженных. Все одинаково обижены, все одинаково пострадавшие, всем досталось. Причем у меня есть основания полагать, что каждый хотел бы как-то загладить свою вину друг перед другом, помириться, забыть навсегда эту историю и даже не вспоминать. По-человечески это понятно. А кто без греха, пусть первым кинет в меня камень. И страшно не то, что произошло на улице Северной в пятницу вечером, а то, как на эту ситуацию отреагировали отдельные невменяемые аборигены, которые, судя по их комментариям в сети интернет, носят нимбы на голове и никогда всерьез не задумывались, что такое межнациональный конфликт. На самом же деле адекватно судить об этом могут только те, кто испытал этот ужас на себе. Из таких мне лично знакомы только несколько человек, много лет отдавших службе в спецвойсках в самых горячих точках ближнего и дальнего зарубежья. Вот они точно знают, что у насилия национальности нет. Я считаю, что вот это не является межнациональным конфликтом. Межнациональный конфликт, это был в Косово, когда албанцы резали сербов. Когда это было на протяжении многих лет, идет между народами. А если брать, извините, нам нечего с украинцами делить. У нас одна страна была у всех. И сейчас бытовую ссору между собой разводить под уровень, скажем, межнационального конфликта, который происходит на Украине, я считаю, что этого не стоит делать. Потому что подоплеки под этим никаких нет. Там никто не разбирался, что украинцы или русские. Там разбирались между собой. И национальности в бытовых ссорах, так же, как и у бандитов, у них нет. Бандит, он и есть бандит, и неважно, какая у него национальность. Это мое мнение. 500 тысяч беженцев из Украины. Это последняя цифра, которую озвучивает Федеральная миграционная служба России. 30 тысяч уже попросили политическое убежище. 130 тысяч просят продлить свое пребывание в России, потому что хотят вернуться домой. Но сейчас это невозможно. Бегут от войны и женщины с детьми, и мужчины. И ни у кого нет права их судить. Потому что нет ничего страшнее гражданской войны. Потому что по разные стороны баррикад свои же, соотечественники. И в такой ситуации далеко не каждый сможет взять в руки оружие, даже ради защиты своего собственного дома. Люди уехали от беды. Где солидарность северян? Где понимание того, что этим людям нужно помогать реально? Все-таки мы должны понимать, это люди, опаленные войной. Там убивают, там бомбят, там работают системы ГРАД, СМЕРЧ. Это страшно. Они многое могут рассказать. Но при этом, но при этом, попав к нам, и у них должно быть осознание того, что у них есть шанс начать новую жизнь, мирную жизнь. Да, с ноля. Нет ничего. Но есть возможность, чтобы опять все появилось. И вот тогда, тогда город Апатита не будет звучать, как город, где избивают беженцев. В нашем городе не избивают беженцев. Ни в Апатитах, ни в Кировске, нигде в России этого нет и не будет. И воевать со слепленными националистами, братским народом россияне тоже не будут. У нас ведь как? Повздорили, помирились и забыли. Такое может быть. Но вот выносить ссор из избы на утеху фашистам – глупость несусветная. Это мое личное мнение. Тем более сейчас. Полиция разыскивает водителей, по вине которых пострадали двое несовершеннолетних детей. Телефон дежурной части 589-82. Вы видите на своем экране. Мальчик, которого на пешеходном переходе сбил автомобиль АК, проходит лечение в травматологическом отделении АКЦГБ. А водитель не наказан. Не найден даже, как не найден и тот, кто так же безнаказанно сбил ребенка на велосипеде прямо у дома и скрылся с места происшествия. Вывод напрашивается однозначный. Берегите себя и своих близких, и не только от непорядочных водителей, но и от досужих сплетников. Никто за нас этого не сделает. Это все, что я хотела сегодня вам сказать. Увидимся в следующий четверг на канале Народного телевидения Хибины.